Хорошо. Я хочу вас поприветствовать, коллеги. Меня зовут Самойла Хоман. Я представляю компанию «Альтрасвязь», а также компания «Вентео». Город Краснодар. Спасибо, что вы обратили внимание на это мероприятие. Хорошо. Выступление называется «Новинка в сегменте экономичных решений» сервер видеоконференции «Вентео ИПМ». Выступление можно разбить на две части. Первая часть будет вводная, в которой я постараюсь затронуть основные вопросы видеосвязи, видеоконференц-связи. А во второй части я непосредственно расскажу о нашем продукте в сервере видеоконференции «Вентео ИПМ». Итак, сегодня наша компания совместно с компанией «Вентео ИПМАТИКА» оставляет вам новинку. Новинку в мире телекоммуникации, разработанную нами, эксклюзивно для работы с телефонами «ИОЛЕНКИ-53». Итак, сейчас будем отвечать на вопрос, почему видеосвязь является интересным способом связи и почему за ним мы видим будущее. Обратите внимание на следующий слайд. На этом слайде показан рост продаж решений видеосвязи с прогнозами на 2013, 2014 и 2015 годах. Вы видите, что здесь динамика роста, что пик будет достигнут по прогнозам в этом 2013 году. И с чем же это связано? Мы считаем это связано как минимум с тем, что психологи доказали то, что передаваемая при общении людей информация в основном передается с помощью жестов и мимики, и лишь второстепенно это интонация голоса и речи. Кроме того, есть причины полагать, что возрастает пропускная способность канала передачи данных. Это также способствует развитию видеосвязи. Допустим, компания ЦИСК в своем ежегодном отчете анонсировала такой прогноз, что к 2016 году средняя пропускная способность в широкополосных каналах передачи данных в сеть интернет будет достигать 34 Мбит в секунду. И согласно этому же прогнозу, к 2016 году ежегодный объем глобального IP-трафика составит более триллиона гигабайт. Столь значительный рост того самого трафика вызван целым рядом факторов, в том числе и, как я уже говорил, рост поиск передачи данных и рост популярности видео. Ну и третий аспект, который хотелось бы отвести, это транспортная проблема. Пропускная способность дорог в городах уже не отвечает реально существующим потребностям и с каждым годом проблема погубляется. До сих пор нет надежды на разрешение этой проблемы. И нам в ближайшем будущем пророчат транспортный коллапс. Надо отметить, что уже сегодня появляется большой проблемой быстро добраться из одной части крупного города в другую. Кроме того, очень сильно развиваются онлайн-сервисы, такие как Skype от Microsoft, Google Talk. Социальные сети, Facebook, ВКонтакте, они все уже используют эту технологию и она набирает популярность. Далее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, на то, что рост мобильных устройств, рост продаж мобильных устройств от года от года увеличивается. 2013 год анонсирует, что по сравнению с 2012 рост составит более 60%. О чем это говорит? Это говорит о том, что в мире устройств, которые относятся к видео, камерой и микрофоном, увеличивается многократно, становится более распространенным и каждый из этих устройств способен пользоваться технологией видеосвязи. Вы видите, что тенденция рынка есть, что на эту технологию обращают внимание крупнейшие производители, что есть уверенность в том, что в будущем этот вид связи станет не просто популярным, но скорее всего доминирующим. Но нас интересуется аппаратильный сектор и здесь на слайде представлена линейка будущих моделей видеотелефонов от известной вам компании Reolink. Вы видите, что работа над новым устройством продолжается, причем анонсируется устройство на операционной системе Android, которая является уже сейчас очень популярной. то есть мы можем с уверенностью сказать, что в будущем эти устройства будут востребованы и интересны корпоративному сектору. Но почему они будут интересны, я постараюсь сейчас формулировать. Клиентам необходимо простой в использовании устройство, которое не будет отличаться от привычного телефонного аппарата. Корпоративный клиент привык пользоваться удобным инструментом коммуникации, а именно видеотелефоны позволяют без какого-то психологического барьера использовать новую технологию видеосвязи в повседневной работе. Потому что нет необходимости в новых знаниях, нет вот этого психологического какого-то барьера у людей, незнакомых с этой технологией. Уже сейчас всем вам, скорее всего, известен телефонный аппарат Eolink IP530. Это очень интересный IP-телефон. Он интересен тем, что имеет 7-дюймовый тачстрин-экран. У него есть возможность автоматически выбирать скорость передачи видеоданных. Высокое качество звука обеспечивает за счет аудиокодекса C722. Очень интересная функция есть у него. Это самостоятельная организация видеоконференции без привлечения каких-либо других устройств, я имею ввиду серверов видеоконференций. И это, я считаю, выделяет аппарат Eolink IP530 и подобных моделей у конкурентов. Почему я делаю акцент на видеоконференции? Потому что системы видеоконференций в корпоративном секторе очень сильно набирают популярность. Это связано с тем, что эти системы позволяют серьезно экономить на предприятиях, экономить не только на командировочных расходах, экономить на времени, на скорости принятия решения. И вообще этот вид встречи становится все более и более комфортным. Давайте обратим внимание на следующий слайд. На нем представлено исследование российской газеты, которое показывает, что основными потребителями систем ВКС в России является финансовый сектор, госсектор, ну вы видите дальше промышленность, телеком и так далее. Но мы бы хотели отметить, что госсектор все-таки поставили на первое место, потому что политика нашего государства сейчас очень склонна к новым технологиям и активно внедряют эти системы не только в администрации всевозможных муниципальных образований, но и в судах, в силовых структурах. Похоже, чтобы с сектором распробовать технологию и все больше и больше тендеров, мы видим, выставляется именно по системам видеоконференц-связи. Также хотелось бы отметить, что здравоохранение и образование сейчас набирают свою силу, интерес в этих секторах растет. Я считаю, что образование и здравоохранение в ближайшем будущем в этом рейтинге потеснят и информационные технологии, и телеком. Кроме того, российская газета представила еще одно интересное исследование. Это основные проблемы, которые возникают при внедрении видеоконференц-связи. Обратите внимание, что основной проблемой определяют недостаточную пропускную способность существующих каналов связи. Каналы с передачей данных. Да, действительно, эта проблема есть, но от года к году она становится все меньше, широкополосные каналы становятся все более доступны, и конкуренция на этом рынке, мы видим, что растет. Мне кажется, в ближайшем будущем вот эта проблема, недостаточная пропускная способность, она в этом рейтинге значительно снизится. Да, следующее – это высокая стоимость решений. Эта проблема действительно есть. Для примера можно отметить, что бюджетные системы видеоконференц-связи, допустим, сервера, начинаются от 20 000 долларов. И сложно многим компаниям назвать эти системы бюджетными. Далее – неподготовленность сотрудников к использованию ВКС. Но здесь нам кажется, что это проблема больше психологическая, и сложность сотрудников заключается в том, что новые технологии не все с радостью принимают, и порой на предприятиях есть возрастные кадры, которым это точно не интересно. Но, как я раньше говорил, все-таки тенденция идет к тому, что видеоконференц-связь будет очень востребована. Кроме этих проблем стоит еще выделить интеграцию в инфраструктуру компании, но здесь хотелось бы объединить эту проблему со следующей – это отсутствие инженеров ВКС. Нам кажется, что эти две проблемы взаимосвязаны, и вот почему качественная интеграция, качественная и быстрая интеграция в инфраструктуру компании, систем видеоконференц-связи могут обеспечить лишь хорошие инженеры, инженеры, которые знакомы с системами видеоконференц-связи, инженеры, которые знают нюансы и основные проблемы, основные технические проблемы. Так вот, таких инженеров действительно не очень много. Но остальные проблемы, они больше похожи на отговорки, а не на проблемы по внедрению видеоконференц-связи. Переходим к следующему слайбу. Обратите внимание, мы решили показать вам бюджетные модели серверов ВКС и оконечных устройств, которые имеют возможность подключать нескольких участников. Как вы видите, цены на эти устройства не отличаются особой бюджетностью и могут отпугивать многих заказчиков. И это лишь мы показали цены на бюджетные модели, а ведь у них есть какие-то премиум решения. Так вот эти премиум решения отличаются как минимум на порядок. Но не будем останавливаться на этом слайде, все-таки он какой-то грустный. Перейдем непосредственно к нашему продукту. Разрешите представить первый на рынке бюджетный сервер многоточных видеоконференций Vintel IPM. Он построен на технологии постоянного присутствия, ранее используемой исключительно в решениях премиум-класса. Vintel IPM создан специально для работы с видеотелефонами Яринке 530. Продукт достаточно мощный и способен решать задачи большинства компаний, стремящихся обладать собственной сетью видеоконференц-связи, например, объединить в реальную сеть заказчика либо решить вопрос проведения производственных видеосовещаний. Ну, как я сказал, продукт мощный, его мощность можно измерить в одновременно подключаемых участников к нему, и это число может достигать 60, что, согласитесь, способно удовлетворить многих задач и многих заказчиков. Продукт Vintel IPM является модификацией нашего основного программного продукта. это сервер видеоконференций Vintel. С различиями этих продуктов вы можете знакомиться на нашем сайте vintel.ru. Отметим лишь, что продукт легко управляем в использовании. От пользователя требуется зайти в веб-интерфейс устройства и буквально двумя кликами вызвать всех участников. Все видеосовещание уже собрано. Также, стоит отметить, что сервер Vintel IPM поставляется уже установленным на компактную аппаратную платформу. Вы можете ее увидеть на слайде. Она сопоставима с размерами телефона Ялинки 530. Итак, аппаратная часть уже включена в стоимость Vintel IPM. Срок гарантии на программное обеспечение Vintel IPM 3 года, аппаратную часть 1 год. Перейдем к возможностям сервера. Обратите внимание еще раз до 60 одновременных участников. Технологии Continue Presence приводятся в постоянное присутствие. Хочется о ней немножко больше сказать. Эта технология является действительно очень важным достоинством Vintel IPM, потому что в ее основе лежит принцип создания независимо для каждого участника видеоизображения по типу картинка в картинке. Это означает, что каждый участник, подключенный к видеосерверу, получает лишь один видеопоток с изображением множества участников. Этот видеопоток подготовлен специально для него сервером Vintel IPM с учетом канала передачи данных, с помощью которого он подключался, с учетом настроек видеотелефона Ялинки 530. И стоит отметить, что при этом значительно экономится пропускная способность канала передачи данных. Забегая вперед, я скажу, что буквально ширины канала в 400 кбит в секунду хватит для комфортного общения с помощью телефона Ялинки 530. Если из строя выходит аппаратная платформа, то нет, она меняется не без проблем. Все-таки мы получаем эту аппаратную платформу с гарантией в один год. Ее же мы транслируем своим заказчикам, своим дилерам. Надо сказать, что в платформе стандартные комплектующие дисктоповых машин, и они без проблем могут быть заменены, не знаю, нами либо нашими дилерами. В общем, особых проблем в этом я не вижу. И довольно-таки оперативно можно решить вопрос с проблемами аппаратной платформы. Так вот, кроме технологии continue presence, интересны другие принципы работы сервера, которые дают возможность работать на низко качественных каналах связи. Это динамично изменяя видеопоток конкретному участнику. Или технология, которая позволяет подключать оборудование различных производителей и даже типов. Например, в одной видеоконференции могут участвовать следующие устройства. Телефонные аппараты, видеотерминалы, программные клиенты, сторонние серверы видеоконференций. Иначе говоря, чтобы на экране VP530 отображалось несколько участников, более трех заявленных производителям, нужен дорогостоящий сервер премиум-класса, либо Vimteo IPN. По следующим возможностям, одновременно на предприятии могут проводиться множество совещаний, например, видеосовещаний разных отделов или подразделений. Приятной возможностью является планирование автоматического запуска и завершения конференции. Пользователи могут максимально упростить сбор участников планируемых видеосовещаний, предварительно задав системе дату и время начала и окончания проводимого совещания. Настройка сценария сбора участников. Надо понимать, что может быть вызван видеотелефон, мобильные номера, городские номера, корпоративные номера, и при сборе этих участников возможно настройка автоматического переподключения этих участников, если по техническим причинам они покинули видеоконференцию. также управление микрофонами конкретных участников. То есть есть инструменты, которые позволяют максимально просто и быстро настроить тот сценарий, который должен быть реализован при проведении видеоконференции. Также очень интересна возможность записи видеоконференции. Она происходит в стандартном формате в формате IVI для дальнейшего протоколирования либо для рассылки всем заинтересованным лицам. Все эти записи, они хранятся в собственной базе устройства. Надо отметить, что емкость диска в 1 терабайт, которым оснащен VINTO IPM, способен хранить до 2000 часов записи видеоконференции в стандартном качестве видеоизображения. Перейдем к техническим характеристикам устройства. Обратите внимание на слайд. слева вы видите изображение экрана видеотелефона Ялинки 530, который собрал видеоконференции на трех участников самостоятельно, без дополнительного оборудования. А справа три изображения это уже изображение полученное с помощью нашего сервера VINTO IPM. Вы видите, раскладки могут быть совершенно разные, начиная от одного участника на экране и заканчивая 25. всего раскладок 15. Они могут быть как общими, так и персональными. Стоит также отметить, что есть автоматическая раскладка, которая меняется в зависимости от количества подключенных участников. то есть основные основные требования функционал системы премиум-класса присутствуют в этом продукте. По техническим характеристикам идем дальше. Поддержка протоколов СИП и H323. Она является стандартной и действительно системы премиум-класса все поддерживают эти протоколы. Поддержка видеостандартов вы видите от самого старого H261 до одного из самых последних EP8. Также аудиостандарты вы видите все представлены высокого качества. Это стандартный кодекс поддержателем 7801 так и HD кодеки 7802 и недавно у нас добавился новый кодек опыт. Пропускная способность канала передачи данных для каждого участника может варьироваться от 128 килобит в секунду до одного мегабита. Поддержка разрешения как вы видите цир это стандартное разрешение видео телефона с частотой кадров от 1 до 30. Переходим к следующему слайду, который нам отвечает перспективы развития продукта. Мы сейчас очень плотно работаем над новым интерфейсом с новой концепцией изобилити. в общем мы работаем над тем, чтобы пользователям было более комфортно работать с нашим продуктом. Следующая перспектива развития это поддержка технологии WebRTC. Для тех, кто не знает, что это за технология, это браузерная технология, которая позволяет с помощью страницы браузера подключаться к видеоконференц серверу не запуская каких-либо дополнительных приложений. То есть браузер является тем самым приложением, которое позволяет подключаться к видеосерверу с очень хорошим разрешением. Здесь речь идет о разрешении HD. действительно очень высокое разрешение с отличной картинкой. Забегая вперед, хочется сказать, что именно эту перспективу мы уже реализовали, и все желающие могут ее распробовать на нашем демо-сервере, подключиться подключиться к которому вы можете совершенно совершенно бесплатно, лишь прислав нам запрос на подключение, где мы оговорим то время, и возможно сами вам поможем настроить необходимую вам демонстрацию. то я пользуюсь случаем сейчас приглашаю всех на наш демо-сервер, пожалуйста прислайте запросы, мы вам все покажем, расскажем, все будет наглядно и понятно. следующая перспектива это веб-трансляции, некоторым компаниям они требуются, они нужны тем, для кого очень важно доносить информацию в режиме онлайн, проводимых видеосовещаний большому количеству персонала. Мультиязычный интерфейс тоже готовится, это как развитие нашего веб-интерфейса. Действительно видим большой интерес к нашему продукту из-за рубежа и поэтому смотрим в эту сторону. Ну что, перейдем к самому важному. Давайте посмотрим розничная стоимость продукта. Сервер видеоконференции Menteo IPM стоит 120 000 рублей. его стоимость выросла в марте месяце, время акции закончилось, и эта цена 120 000 рублей мы считаем все равно остается очень бюджетной и очень привлекательной. для того, чтобы подключить 60 телефонов E-Link IP530 необходимо просто приобрести серверы видеоконференции Menteo IPM заказчику и 60 телефонов E-Link IP530. все больше никаких дополнительных затрат заказчик не понесет. Но есть дополнение серверу это 2 дополнительных рецензии одна из которых дает возможность подключать видеоучастника с высоким разрешением до Full HD и это необходимо в тех случаях когда например на предприятии есть уже оборудованы либо конференц-залы либо рабочие места руководителей большими ЖК-панелями с видеотерминалами вот именно для таких устройств и необходимо будет дополнительная лицензия. следующая лицензия это лицензия на неограниченное количество одновременных участников. Она позволяет подключать к видеоконференции аудиоучастников в неограниченном количестве. Фактически эта лицензия превращает сервер Intel IPM в аудиосервер с неограниченным количеством аудиоучастников. А что если заказчик отказывается покупать Ялинки, а предлагает свои IP-телефоны? Если заказчик не хочет покупать телефоны Ялинки IP530, то ему будет неинтересно рассматривать этот кодок для приобретения, потому что естественно необходимо будет закупать дополнительные лицензии. Они у этого продукта очень дороги. Можно обратить внимание на продукт Intel. В этом продукте предусмотрено несколько типов лицензий и вот этим количеством лицензий дополнительно приобретенных можно реализовать то подключение о котором писал Егор. Так, кроме того здесь мы показали розничную стоимость продукта, но есть еще и партнерская стоимость. Чтобы узнать партнерскую стоимость продукта мы предлагаем вам написать нам на почту где мы вышли коммерческие предложения для партнеров в этом предложении будут партнерские цены и условия работы. Кроме того вы можете запросить договора как партнерские, так и с конечным пользователем. Итак, мое выступление закончилось. спасибо всем за внимание, жду ваши вопросы. спасибо. Мы находимся на площадке компании IP-MATIKA, которую нам предоставила компания Webinar.ru. Только что я загрузил вот этот вот файл в формате презентации на данную площадку. Время 10 часов 41 минута и файл в данный момент конвертируется. Кроме этого, на площадку загружен уже готовый файл в формате SVF. Который мог бы быть продемонстрированный на площадке, но отсутствуют клавиши управления. То есть кнопки переключения слайдов вперед и назад, как это было сделано на предыдущей версии платформы. Переключать данную презентацию можно нажатием мыши, но слайды двигаются только вперед. Назад отмотать слайды не представляется возможным. Пока мы ждем, насколько долго будет конвертироваться текущая презентация. Продолжение следует... 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 Подготовленная презентация в формате Flash невозможна для показа из-за того, что нельзя осуществить управление слайдами с помощью кнопок, как это было сделано на предыдущей платформе. До начала вебинара остался час, на текущий момент мы имеем невозможность проведения вебинара вследствие отсутствия управления презентацией в первом случае и во втором случае неготовности сконвертированного автоматически площадкой файла.